В Апатитах на льду крытого катка юность разгорелись нешуточные страсти. Кто быстрее и точнее в рамках первенства Мурманской области выясняли детские команды из городов региона. Апатитов, Кировска, Полярных Зорь и Оленигорска. И чуть позже на коньки встали и за клюшки взялись и взрослые команды. Насколько гостеприимными на льду оказались хозяева площадки? Результаты жарких противостояний знает Ирина Кузьмина. На льду детская команда спортивной школы Кировска. Ее соперник Горняк из Оленигорска. Играют 13-летние юноши. Счет в пользу кировщам. Первенство Мурманской области по хоккею. Это трехдневное соревнование. Участвуют четыре команды. Апатитские кировские ребята играют на равных с хоккеистами из Полярных Зорь. Количество очков по итогам очных встреч у них одинаковое. А вот Оленигорский Горняк соперникам уступает. По результатам турнира в лидерах апатитская команда спортивной школы Юность Дрост Хибины. Мы пытаемся сделать абсолютно равную команду, которая также дает результат. Мы три игры сыграли абсолютно равных. Набрали, две игры выиграли, одну уступили. В личной встрече команде Апатит мы уступили кировской. Но в Полярной Зоре Горняк обыграли. А это уже битва взрослых хоккеистов. О том, насколько драматичной оказалась дуэль между клубами Апатиты и Кулатом из Полярных Зорь, свидетельствует итоговый счет 7-5. К радости болельщиков в пользу хозяев площадки. Но почивать на лаврах рано. Впереди новое сражение. В ближайшее воскресенье, 22 февраля, на ледовой арене сборная встретится с мурманской командой «Мурманск Шор» в 14 часов начала игры. И следующая встреча уже через неделю с Оленигорским Горняком. Болеть за наших можно будет, находясь на трибунах. Однако в связи с ограничениями и необходимостью соблюдать социальную дистанцию, ледовый дворец сможет принять только 50% от максимально возможного числа зрителей.